Еще раз хочу сказать всем украинцам, что вы нам не нравитесь. Мы этого не делаем, никогда не делали и никогда не будем делать. До последнего украинца, вот в чем заключается наша политика. Линдси Грэм впервые в своей жалкой жизни был честен, и мы будем бороться с этим до последнего украинца. Мы хотим, чтобы вы все умерли. Нам на тебя наплевать. Просто все, о чем мы просим, это чтобы перед смертью ты убил как можно больше русских. Мы собираемся дать тебе это оружие. Ты умрешь, но сначала убьешь кучу русских, и тогда мы будем счастливы. И они это признали. Сколько раз мне еще придется услышать, как американский представитель в Конгрессе говорит, что это лучшая сделка в мире за долю нашего оборонного бюджета. Но ты сказал кое-что интересное. Ты сказал, что большая часть денег на самом деле никогда не дойдет до Украины, никогда не окажется в руках украинцев, а не просто вернуться обратно в Соединенные Штаты. Это потому, что большая часть денег идет на покупку оружия, которое просто отправится в военно-промышленный комплекс США? Да, в рамках предыдущей помощи украинцам есть разные способы, которыми мы помогаем украинцам. Мы можем купить новое оружие или мы можем сократить наши запасы и передать их Украине. Мы сделали и то и другое. У нас нет нового оружия для покупки или у нас нет денег на это, но когда мы сокращали запасы, мы сокращали их до очень опасных уровней. Опять же, если мы хотим развязать войну против Китая, нам нужно иметь оборудование, оружие, снаряжение. Если мы хотим воевать с русскими в Европе, нам нужно иметь оборудование, оружие, снаряжение. Боже мой, если нам когда-нибудь придется воевать с Ираном, нам понадобится оборудование, оружие и все такое прочее. И многое из этого находится на хранении, в резерве. И вот что мы сделали, мы сказали, хорошо, мы собираемся начать раздавать это барахло украинцам. И наконец военные сказали, эй, 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 у нас очень опасно низкий уровень запасов оружия, которое нам понадобится, если нам придется сражаться с чем-то из этого. Так что они остановились. Итак, то, что происходит сейчас, это то, что нам нужны деньги, чтобы восстановить это. Мы отдали эти деньги. Нам нужны деньги, чтобы восстановить это, и поэтому мы выделяем их. По сути, то, что мы делаем, это то, что я имею в виду, мы собираемся заменить товары, но это своего рода афера для Украины, потому что у вас есть старые вещи. Позвольте мне рассказать вам, как это работает в Украине, просто чтобы вы, ребята, поняли. Ты нам не нравишься. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что ты нам действительно не нравишься, потому что мы не даем тебе хороших вещей. Это как если бы я пошел и сказал, что я голоден. И там написано, Скотт, я дам тебе, я дам тебе немного вкусных печеных бобов. Вы, ребята, самые милые люди. Я люблю печеные бобы, но они лежат на складе, где вытаскивают банку, и на ней стоит срок годности 1988 года. Да, мы дадим Скотту печеные бобы с истекшим сроком годности в 1988 году. И я иду, потому что после того, как эта дрянь прогоркнет, если я ее съем, у меня будет пищевое отравление. Но ты сказал, что хочешь печеные бобы, мальчик. Вот, пожалуйста, 1988 год. Мы залезаем в багажник и отдаем украинцам все просроченные дживелины, всю просроченную артиллерию, все дерьмо, и оно попадает туда, и кое-что из этого дерьма не работает. Я имею в виду, я чувствую, опять же, я не испытываю особого сочувствия к украинцам. Но у меня появилось чувство к парню, которому дали оружие, и который ожидает, что оно будет работать, а оно не работает. И теперь он просто подставил себя в ситуации жизни и смерти, ожидая, что это оружие будет работать, и теперь он умрет, потому что мы дали ему плохую вещь. Я имею в виду, что это довольно подло с нашей стороны, но мы подлая нация. Мы не друзья. Опять же, для всех украинцев, которые смотрят, мы вас не любим. Мы не любим, никогда не любили и никогда не полюбим. До последнего украинца, вот в чем заключается наша политика. Линдси Грэм впервые в своей жалкой жизни был честен, и мы будем бороться с этим до последнего украинца. Мы хотим, чтобы вы все умерли. Нам на вас наплевать. Просто все, о чем мы просим, это чтобы перед смертью вы убили как можно больше русских. Мы собираемся дать вам это оружие. Ты умрешь, но сначала убьешь кучу русских, и тогда мы будем счастливы. И они это признали. Сколько раз мне еще придется услышать, как американский представитель в Конгрессе говорит, что это лучшая сделка в мире. За небольшую часть нашего оборонного бюджета мы можем передать смертоносный потенциал украинцам, чтобы они могли убивать русских, и это не будет стоить нам никаких человеческих ресурсов. Это высшее выражение моральной порочности. Но американцы говорят об этом с гордостью, и американский народ позволяет ему выходить сухим из воды. Вот чего я не понимаю. Почему мы не говорим, что вы уезжаете, ребята, это извращение. Это ненормально. Что же это за друг такой? Как ты можешь размахивать украинским флагом, утверждая, что ты их друг, когда ты буквально только что приговорил к смерти 200 украинских мужчин? Для меня это просто уму непостижимо. Знаешь, слава богу за русских. Я имею в виду, я не знаю. Ты же слышал это выражение «прими успокоительное». Ты же знаешь, что мы часто используем его в Америке. Я знаю, что мои дети использовали его со мной. Папа, прими успокоительное. Особенно, когда они смотрят, как я веду подобные подкасты. Они такие «прими успокоительное, успокойся». Русские изобрели успокоительное. Я имею в виду, что Путин принимает успокоительное каждое утро. Лавров принимает успокоительное. Шойгу, русские, ты же не видишь, чтобы они волновались. Русские просто такие. Хорошо, я понимаю. И мы делаем то, что делаем. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос, Скотт. Я имею в виду, мы говорили о деньгах, которые туда идут. Мы говорили о миллиардах, миллиардах и миллиардах, идущих на то, что я раньше называл «сделано в Китае». А теперь я называю это военно-промышленным комплексом. Раньше это делалось в Китае, а теперь бренд МИК — это военно-промышленный комплекс. Ты же знаешь, что, скажем, 20 миллиардов купят тебе, если ты алинскианская компания, купят ли они тебе выборы в ноябре? Или у нас здесь будет двойная проблема с Афганистаном, где это просто станет огромным затруднением для политических выборов здесь в ноябре? Я имею в виду, что меня беспокоит то, что, возможно, они недооценили ситуацию. Возможно, им следовало бы выделить 100 миллиардов долларов, если они хотели сохранить лицо. Я имею в виду, увидим ли мы, как Россия, возможно, поймет, что ноябрь — это крайний срок, который может сработать в их пользу, если они перейдут в наступление в ближайшее время. Ну, во-первых, позвольте мне просто начать с того, что Россия не понимает календарей, по крайней мере, в этой войне. Им все равно. Мы все заботимся о календарях. Я имею в виду, это удивительно, как сильно мы заботимся о календарях, ты же знаешь, потому что нам нужно, чтобы русские выиграли эту войну, когда это будет удобно для меня. Ты же знаешь, что я еду в Россию в июне. Мне нужно, чтобы русские сделали что-то драматичное, чтобы, когда я приеду в Россию в июне, мне было о чем поговорить, чтобы это повлияло на мое настроение. И русские говорят, да, Скотт, мы сделаем это, приятель. Мы убьем 40 российских солдат, чтобы ускорить нашу наступательную операцию только для того, чтобы тебе было удобно. Россиянам наплевать на календарь. Они отказались от календаря давным-давно. Их волнуют цели, и они приспособятся. Прямо сейчас они проводят корректировку в размере 20 миллиардов долларов, и что это значит? И я считаю, что реальный ответ не так уж много. Я имею в виду, что это все равно, что у меня есть спортивный автомобиль. Я слышу небольшую икоту, открываю двигатель, и все, что мне нужно сделать, это отрегулировать зазор в моей свече зажигания. Я выдаю свой возраст, потому что я даже не знаю, есть ли у свечей зажигание зазоры. Я даже не знаю, используют ли они еще свечи зажигания. Но я просто знаю, что когда я был ребенком в бойскаутах, мне нужно было получить значок за автомобильные заслуги. И мой отец должен был взять нас с собой и научить меня, как отрегулировать зазор в свечах зажигания. И у тебя был этот маленький инструмент, в который ты вставлял его, чистил от нагара и убеждался, что зазор правильный и все такое прочее. Но суть в том, что ты сделал это, ты выключил двигатель, и он заработал. Тебе не нужно было делать ничего другого. Никаких изменений в карбюраторе, ничего. Все работает. Все эти 20 миллиардов долларов вызвали лишь небольшую заминку и зазор в свечах зажигания у русских, которые идут и исправляют это, и двигатель будет работать. В этом нет ничего особенного. Это большой, ничего не значащий гамбургер. Что это дает Украине? Во-первых, помните, что Украина сейчас находится в ужасной ситуации. Большая часть денег, которые мы даем украинцам, идет на обучение, разведывательную поддержку и тому подобное. Но прямо сейчас им нужны буквально 150 военнослужащих прямо на линии фронта. У них их нет. Они не могут, у них проблемы с их набором. Но допустим, что у них они есть. Вам нужно их обучить. Минимальный уровень подготовки, необходимый для того, чтобы быть просто функциональным на поле боя, составляет три месяца. Сейчас вы не можете обучать их в Украине, потому что там нет противовоздушной обороны, поэтому вы собираете их всех вместе на тренировочной базе, и бум-бум-бум. Мистер Кинзель выходит, мистер Эскандер выходит, и вам очень трудно тренироваться, когда тебя взрывают российские ракеты. Для этого тебе нужно хорошо высыпаться по 8 часов каждую ночь, тебе нужно есть, тебе нужно привести себя в хорошую физическую форму. А затем тебе нужно выйти на улицу и делать то, что нужно, а затем вернуться в классы. И ты знаешь, что это три месяца целенаправленной подготовки, чтобы превратить необученного новобранца в кого-то, кто может функционировать на поле боя. Так что это должно будет происходить за пределами Украины, а не внутри Украины. Это логистика. Но теперь представь, что ты бьешь кого-то по голове, потому что это украинский метод вербовки, ты знаешь по голове в фургоне. И ты собираешься что, отправить его в Польшу? Так что он выходит в Польшу и обращается к польским инструкторам и говорит, я не хочу быть здесь. Мне дали по голове. Я объявляю себя беженцем. Опросы идут хорошо, ты не можешь. Ты здесь по военному контракту. Хорошо, но теперь этот парень, как ты думаешь, он собирается сидеть там? Ты прав, ребята. Я собираюсь сидеть в классе и просто слушать и повиноваться. Я собираюсь стать лучшим солдатом в мире, даже если я этого не хочу. Нет, это будет самый разрушительный солдат. Моя точка зрения заключается в том, что вы не можете обучать кого-то, кто не хочет быть там. Ты знаешь, а как ты обучаешь этих людей? Никакие деньги не решат эту проблему. Дело в том, что никто больше не верит в эту войну и у украинцев огромные проблемы с вербовкой. Но давай просто предположим, что ты это сделал. Так что ты их тренируешь. Часть этих 20 миллиардов пойдет на их оснащение. Так что теперь ты привозишь все это оборудование. Сейчас ты собираешься выдать им форму, оружие и все остальное на базовом обучении. Но как насчет танков и всего, что им понадобится? А как выглядит армейская артиллерия? Они возьмутся за это там, или ты отправишь это на Украину, и они возьмутся за это там? В любом случае у тебя возникнет проблема, потому что у тебя есть логистический центр, который должен двигаться вместе с этими людьми. А русские сидят там со своими спутниками и другими возможностями, и мы их поддерживаем. И когда они вошли, то увидели, что раньше здесь были зенитные ракетные комплексы Патриот, НАСАМ и все такое прочее, что осложняло действия русских. Так вот, русские пытались запретить эту продукцию, но они разломали ее на 12 пакетиков по Пенни. Русские смогли запретить только 5. 7 из них попали на передовую. И это, как ты знаешь, мы предусмотрели при разработке этой штуки. Мы сказали, что ожидаем, что русские запретят использование такого-то количества процентов. Так что мы собираемся разделить это на небольшие пакеты, которые можно будет использовать в сочетании для повышения боевой эффективности. Мы предварительно перегрузим систему, чтобы получить то, что нам нужно, когда придет время выходить на поле боя. Но это при условии, что вся эта защита существует. И ее больше нет. В чем-то это так. Как вы думаете, куда пойдет приоритет прикрытия Патриот? На передовую, хотя они и пытались это сделать. Они пытались использовать мобильный пакет Патриот, где они помещали их в него, а русские убивали всех патриотов, и внезапно украинцы говорили, черт возьми. У нас больше не осталось патриотов, потому что наш эксперимент провалился. Они собираются разместить его в Киеве, чтобы защитить столицу. Они собираются разместить его вокруг аэродромов, чтобы защитить F-16-е, когда они прилетят. Они собираются снять его и попытаться защитить Одессу, потому что это наша стартовая площадка для ударов по Крыму. Хорошо, так что у вас есть это. Но помните, что они пытаются установить это в Киеве и на аэродромах в Одессе без существующей противовоздушной обороны. Так что когда они доставят это, русские скажут, о да, попался, попался, попался. И противовоздушной обороны недостаточно. Я имею в виду, что это даже не тот случай, когда у вас есть два, чтобы получить один. Вам понадобится три или четыре. Так что вам понадобится три или четыре батареи Патриот, готовые к развертыванию, чтобы получить одну, готовую к эксплуатации. А затем, когда эта одна батарея будет работать, русские все равно покажут, что они знают, как ее уничтожить. Так что русские просто снова подавят противовоздушную оборону. Есть причина, по которой на Украине нет противовоздушной обороны. Это потому, что русские уничтожили все это, и у русских есть тактика, которая заставляет украинцев расходовать все свои ракеты. Итак, мы собираемся дать им новые батареи и новые ракеты. И вы говорите мне, что русские не могут повторить тактику, которая сработала в прошлый раз. Но на этот раз Украина еще слабеет, так как они пытались подготовиться к противодействию российской тактике. У Украины нет шансов. Нет ни единого шанса. Такова реальность этого. Вот почему этот законопроект является преступлением. И, откровенно говоря, не имеет значения, сколько денег они вложили в это. Вы могли бы удвоить, утроить сумму денег, которую вы хотите дать Украине. Все, что вы сделали, это немного усугубили проблему нацеливания на русских, но у русских есть возможность нацелиться на это. Вы не можете, украинцы не могут стабилизировать ситуацию, а затем переиграть сценарий с русскими. Эта ситуация никогда не будет стабилизирована. Русские всегда будут сохранять импульс. Эта война ничего не решила. Русские заявили, что ожидают драматических результатов на поле боя к маю или через месяц, и мы начинаем это видеть. Мы начинаем видеть трещины на поле боя. У украинцев нет войск, чтобы заткнуть эту дыру. Даже если этот материал прибудет в Украину, они сказали, что не доберутся туда в течение нескольких недель, если не месяцев. Это означает, что у русских снова есть карт-бланж на этот период времени, чтобы продолжать делать то, что они делают. Мы попадаем в май. Каковы эти драматические результаты? Вероятно, это разрыв линии фронта, продвижение вглубь, вынужденное резкое отступление. Сейчас единственное, что они сделали, это дали правительству Зеленского возможность выплачивать пенсии и зарплаты. Это создает своего рода политическую стабильность, которая выгодна Зеленскому. Так что если бы украинцы, если бы русские собирались оказать на украинцев полное давление, чтобы избавиться от Зеленского, вы знаете, что в мае, 20 мая, должно произойти большое событие. Я думаю, что именно тогда русские скажут, что Зеленский больше не является президентом Украины, потому что у него не было выборов, и именно тогда истечет срок его полномочий. И после этого они скажут, что по Конституции он больше не является президентом. И тогда, вы знаете, перед ними откроется множество вариантов, потому что если он не является президентом, защищен ли он? Могут ли русские убрать его? Или русские, которые собираются вести переговоры с русскими, могут отказать? Моя точка зрения такова, что эти деньги, возможно, дали Зеленскому немного больше времени на выживание, но они уходят на эти деньги так быстро. Плюс это коррумпировано. Вы действительно думаете, что все деньги, которые должны были пойти пенсионерам, пойдут пенсионерам? Или они пойдут в пенсионный фонд Зеленского в Майами и на счета целой кучи других людей, выходящих на пенсию? Потому что сейчас на Украине царит паника. И теперь, когда пришли эти деньги, они говорят, спасибо, вы, ребята, купили нам наш билет отсюда. А коррупция просто нереальная. Политический крах Украины, возможно, был немного отложен, но я все еще думаю, что вы смотрите на конец этого лета. Просто нет никакого способа, чтобы Зеленский мог остаться. И вот большой вопрос, когда они сожгут эти деньги, а они сожгут эти деньги очень быстро. Готовы ли Соединенные Штаты сделать все это снова? Как ты думаешь, ты помнишь, если ты подумаешь о политическом климате, о попытке протолкнуть 60 миллиардов долларов? Представь, что ты только что сделал это. А теперь в августе, прямо перед сезоном выборов, украинцы говорят, нам нужно больше, детка. Нам нужно больше. Ты знаешь, маме нужна новая пара обуви. Ты должен накормить ребенка. И американский народ спросит, что? Мы только что дали вам все эти деньги. Ты хочешь еще? Добро пожаловать в бездонную яму, деньги под названием Украина. И так, что это катастрофа для Украины. Нет никакого календаря, который мог бы спасти их. Да. Ты знаешь, я читал ранее на этой неделе, что если бы вы взяли все финансирования из Европейского Союза, коллективного Запада, Соединенных Штатов, всех из экономики Украины, это составило бы примерно 16% от того, что она делала до начала конфликта. Так что на самом деле их ВВП — это 84% фикция. Если это вообще можно назвать ВВП. У меня есть интересный сценарий, и я хочу, чтобы вы, ребята, подумали об этом на мгновение. Когда Россия захватывает территорию и продвигается вперед, она захватывает эти маленькие города или даже маленькие поселки в Украине. И я задал Патрику Ланкастеру этот вопрос на днях. «Подумай об этом на мгновение, Карл и Скотт». Если произойдет серьезный толчок вперед, если Россия начнет захватывать территории, я думаю, километры за несколько недель. Что произойдет с линиями связи? Например, один человек может проснуться, а на следующее утро он проснется, и Россия может захватить эту территорию. И теперь сети сотовой связи интернета, а также вода и электричество будут немедленно отключены Украиной. Возможно ли, что Россия может занять территорию, а затем снова включить эти службы? Я знаю, что это странный вопрос, но я хотел бы получить ответ на вопрос о том, как происходит смена территориальных потерь. И давайте предположим, что это происходит в пользу России. Если они продвинутся на 5 или 6 километров за пару недель, или, может быть, за неделю, что произойдет со всей этой инфраструктурой, и кто будет контролировать ее после? И для меня это означает, что это просто выжженная земля, мертвая земля, потому что они сражались? Это интересный вопрос. Это не дает мне покоя, и я хотел бы услышать мнение ваших ребят по этому поводу. Но мы знаем ответ. Это не гипотеза. Это реальная вещь. Во-первых, большая часть боевых действий, которые сейчас происходят, происходит на территории России. Сейчас украинцы оспаривают это, но вы знаете, что бои идут в Корсоне, бои идут в Запорожье, бои идут в Донецке, даже некоторые бои идут в Луганске. Это русские, которые сражаются за то, чтобы выселить украинцев села-территории, которую русские считают юридически российской территорией. Так что у русских есть план. Та деревня, которую занимают украинцы, это русская деревня, и русские ее не списали. На самом деле у русских есть план, что когда они возьмут эту деревню под свой контроль, у них уже есть план, и у них есть деньги, заложенные в бюджет на то, как продлить газопроводы. Как продлить услуги, и как снова сделать эту жизнь пригодной для жизни, как только она будет разминирована, как только она будет признана безопасной. Как только вы отбросите украинцев назад, как заселить эту территорию и сделать ее жизнеспособным городом. У русских есть план. Русские не уезжают с территории России. Вся Запорисия, вся Керасон, вся Донецкая область, станут частью России, и будут поглощены Россией, и приведены в соответствие со стандартами жизни, которыми наслаждается Россия. А это, кстати, хороший уровень жизни. Так что у них уже есть план. Мы видим это в Бахмуте, мы видим это в Адеевке, где уже пришли русские и начали процесс восстановления. Мариуполь служит ярким примером того, как Россия берет на себя ответственность за восстановление. Но мы также знаем, что, например, когда русские вошли в Касон и Запорисию до того, как это была Россия, до того, как это была оккупированная Украина, до того, как русские провели референдум, в то время как российское правительство активно вело переговоры с Украиной, украинцами, о возвращении Каразона и Запорисии в рамках мирного соглашения. Даже тогда, потому что русские на самом деле, знаешь ли, неплохие люди. И вот они пришли и взяли на себя ответственность за эту территорию. Они сказали, знаешь, мы оккупировали это место. Если украинцы выключат свет, мы должны включить свет. Если украинцы отключат газ, мы должны включить газ. Мы придем и проложим дороги. Образование. Я имею в виду, что русские вошли и сказали, ну что же, теперь мы оккупируем Карковский район, и у нас здесь целая куча мирных жителей, у которых есть дети, которым нужно ходить в школу. И вот, знаешь ли, теперь они учатся в российской школьной системе. Они сняли учителей с занятий для проведения тренинга о том, как преподавать по российской учебной программе, привезли учителей обратно. Они открыли школу. Затем украинцы контратаковали, захватили, взяли в плен каждого из этих учителей, получивших российское образование, и казнили их. Ты же знаешь, что это украинцы. Это отбросы общества. Но русские сидели там и говорили, ты же знаешь, что мы должны открыть школы. Школы должны работать по российской системе, потому что это то, что есть, и они пытаются поступать правильно. У русских есть план на все, и если русские захватывают территорию, они владеют этой территорией, по крайней мере, с точки зрения ответственности. Ты знаешь, что Россия вернет послевоенной Украине? Я не знаю. Это еще предстоит определить. Но что мы можем сказать наверняка, так это то, что Керасон, Западная Украина, Донецк и Луганск, в целом, будут принадлежать России точно так же, как и Крым, и что русские. Посмотрите на Крым. Русские захватили Крым в 2014 году. После 24 лет украинского правления Крым пришел в упадок. 24 года. С тех пор русские работают над его восстановлением, чтобы все шло полным ходом. В маленькой деревне Бани, где мой хороший друг Александр Зирянов принимает меня, когда я приезжаю в Россию, он родился и вырос. А его ближайшими соседями была крымско-татарская семья. И когда я впервые посетил их в мае прошлого года, ты знаешь, они были такие. Ты же знаешь, что здесь происходит все это замечательное строительство. У них строится отличная автомагистраль, соединяющая Крымский мост с Севастополем, и все это прямо там, на горизонте, современное строительство. Они такие, ну что же, приятно видеть, что происходит все это российское строительство, и все это происходит. Но деревни как бы обделены вниманием. Ты же знаешь, что мы не получаем никаких денег на восстановление. И ты же знаешь, что у них были проблемы. У них не было газа. Им пришлось использовать электричество. Оно очень дорогое по сравнению с газом. У них не было канализационных линий, хотя водопроводная линия была прямо там. Им пришлось, знаете ли, самим добывать воду. Но когда я вернулся в январе и навестил семью Фатимы, семью крымских татар, газовые линии уже были проложены. Русские пришли и начали прокладывать газовые линии. Прямо сейчас я почти уверен, что все они подключены к газу, и они также говорят о том, чтобы провести канализацию. На это требуется время. После 24 лет бесхозяйственности на это требуется время. Россия находится в состоянии войны с Украиной. Вы думаете, что их приоритетом номер один является производство оружия и все такое прочее, но пока все это происходит, русские все еще тратят деньги на улучшение инфраструктуры, на улучшение жизни людей в России. Речь шла не о том, чтобы вернуть все, как было при украинцах. Это не соответствует российскому стандарту. Это не значит, что давайте вернем вас туда, где были украинцы. Это значит, что давайте вернем вас туда, где должны быть русские. И когда я говорю, что русские должны быть там, поймите, что я говорю о семье крымских татар, которых, если вы послушаете украинцев, являются самым угнетенным народом на планете. Но вот вы здесь, в крымской татарской деревне, которую подключают к газу, подключают к различным коммунальным услугам, необходимым в современной жизни. И я гарантирую, что если я вернусь туда через полтора года, дороги будут заасфальтированы. Они уже восстановили школы. Они восстановили здания. Все, что разрушилось при украинцах, восстанавливается, пока Россия находится в состоянии войны. Теперь вы знаете, что сделает Россия, когда захватит деревни и города на Украине. Как только боевые действия прекратятся, Россия вложит необходимые ресурсы, необходимые для восстановления этих мест, чтобы они стали пригодными для жизни. И если они станут частью России, то будут приведены в соответствие с российскими стандартами, полными российскими стандартами, которые, вопреки тому, что говорят западные СМИ, на самом деле являются довольно хорошими стандартами жизни. Почему украинский политический класс, политическая элита не работают над мирным урегулированием? Я имею в виду, мы знаем, что Борис Джонсон положил конец переговорам в Стамбуле, когда в то время, еще в марте 2022 года, Украина уже была готова сесть за стол переговоров с россиянами, чтобы выработать соглашение. Но пришел Борис Джонсон и сказал, не отменяй это, мы поддержим тебя на сто процентов. На что надеется Зеленский, затягивая этот конфликт? Я имею в виду, разве украинский политический истеблишмент не мог бы увидеть, что у украинской нации нет будущего в продолжении этого конфликта? Я имею в виду, почему бы им просто не сказать, хорошо, это безнадежно. Мы просто придем к мирному урегулированию с Россией прямо сейчас, даже на условиях России. Ну, я имею в виду, что рабочее предположение в том, что вы только что сказали, заключается в том, что украинский политический истеблишмент заботится об украинской нации. А они этого не делают. Они заботятся о себе. Есть причина, по которой мы называем Украину самой коррумпированной страной в Европе, потому что это самая коррумпированная страна в Европе. И класс олигархов, который финансировал политический класс. Ты же знаешь, что это нра. Я не знаю, сколько людей это видели, и всем людям, которые сейчас настраиваются на эту программу, найдите время, потому что на самом деле это очень интересная программа. «Слуга народа». Именно телесериал «Слуга народа» помог Зеленскому стать президентом Украины. И когда вы смотрите на первую часть этого сериала, вы видите этих олигархов, этих старых толстяков, встречающихся в бане, вы знаете, что они замышляют. Как они собираются контролировать Украину, кого они собираются привести к власти, как они собираются это сделать, и это еще одна вещь, которая является реальностью Украины. Это не имеет никакого отношения к воле народа или чему-то еще. Речь идет об олигархах, контролирующих окружающую среду, чтобы они могли зарабатывать деньги. Это одна гигантская афера. Украина была одной гигантской аферой с момента обретения независимости от Советского Союза и до сегодняшнего дня. Я имею в виду, что Бурисмо, этот энергетический холдинг, это просто средство отмывания денег. И мы говорим о Байдене, но мы должны говорить обо всех остальных, кто проходит через это. Я имею в виду, что я не собираюсь разоблачать бедную женщину, но есть бывшая помощница министра обороны, которая часто говорит об этом. Но ей нужно объяснить тот факт, что есть фотография, на которой она в Украине в куртке Бурисмо. Ты же знаешь, что на самом деле Бурисмо купила всех. Это средство финансирования избирательных компаний. Это средство финансирования тайной разведки. Это просто гигантская операция по отмыванию денег, в которую Байден случайно ввязался, посадив туда Хантера Байдена, а затем отдав 10% большому человеку и все такое прочее. Но дело в том, что Украина просто коррумпирована. Так что вы не можете сидеть там и говорить, что есть политический класс, который заботится об украинском народе. Политический класс, который заботился хотя бы о части украинского народа, состоял из пророссийских партий, которые были изгнаны после государственного переворота на Майдане в 2014 году. Сейчас я не собираюсь сидеть здесь и делать вид, что коррупции не было. Во-первых, если вы политик, будь вы российским или украинским политиком в Украине, вы не можете быть политиком, если вы хоть немного не играете в эту игру. И даже если вы играете в эту игру только для того, чтобы выжить, вы все равно подключены к ней и делаете что-то, но на самом деле есть действительно плохие люди и есть хорошие. И если вы посмотрите на российских политиков, они на самом деле пытались играть в эту игру, чтобы улучшить положение российского народа в Украине. По крайней мере, их мотивы были чисты, несмотря на всю коррупцию, в которой они были замешаны. Но что касается украинской правящей элиты, то нет, это просто о том, как заработать деньги, как ухватиться за что-то. Им никогда не было дела до украинского народа с первого дня. Если бы им было не все равно, они были бы замечательными. Но Зеленский, ты же помнишь, как он баллотировался на платформе, где он сказал, что будет ползать на коленях перед Путиным и умолять его не начинать войну с Украиной. Почему ты этого не сделал? Ну, потому что это не входило в его обязанности, говорить это, чтобы быть избранным. Затем, как только он был избран, его работа заключалась в том, чтобы делать именно то, что он делает прямо сейчас. Многие люди не осознают, что они говорят, вы слышите, как все эти люди говорят о Европейском Союзе в 2013 году. Ты знаешь, что Порошенко, президент Украины, сказал, что он. Нет, Виктор Янукович, президент Украины, сказал, что он хочет вступить в Европейский Союз, и русские сказали, да, мы позволим вам это сделать. Но на самом деле русские никогда этого не имели в виду. Нет, это сделала Россия. Я имею в виду, что Украина суверенное государство, а Россия такая. Хочешь вступить в Европейский Союз? Мы не можем тебя остановить. Ты суверенное государство. Но вот в чем проблема Украина. С 1991 года, когда вы стали независимым государством, у нас с вами были замечательные экономические отношения, которые в некотором роде подпитывали вашу экономику. И как вы знаете, у нас есть соглашение о свободной энергии, по которому мы платим вам много денег, потому что трубопроводы поставляют энергию в Европу. И теперь, как вы знаете, вы внезапно унаследовали многомиллиардную аферу, и украинцы такие, деньги, 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 деньги. Вот так они создают Борисма и другие вещи для отмывания этих денег. А русские такие, и мы предлагаем тебе хорошую сделку. Ты можешь ввозить свои товары в Россию без пошлины, без налогов. У нас здесь налажены замечательные экономические отношения. Ты хочешь вступить в Европейский Союз, и все это прекращается. Мы должны относиться к тебе сейчас так же, как мы относились бы к любому другому члену Европы. А это означает, что будут тарифы, будет структура, что-то будет происходить. И Янакович ушел, но моя экономика рухнет. А русские такие, эй, свободная воля, Буби. Ты хочешь присоединиться к ЕС. Ты работаешь вне ЕС. Если твоя экономика рухнет, назови цифру, отдай ее ЕС и скажи, что если ты хочешь, чтобы мы присоединились, ты должен заплатить нам столько-то денег, чтобы компенсировать потери. И Европейский Союз сказал, что мы не будем этого делать, потому что Европейский Союз никогда не хотел, чтобы Украина стала настоящим членом. Все, чего хотел Европейский Союз, это чтобы Украина стала рынком сбыта товаров Европейского Союза. Делать то, что они всегда делают, заманивать людей обещаниями членства, зная, что они не соответствуют требованиям, зная, что они никогда не будут соответствовать требованиям. Но зная, что у них есть рынок сбыта товаров Европейского Союза. Так что, как и у любой хорошей колониальной державы, у вас сейчас с Украиной отношения хозяин-слуга. Это все, чего хотел ЕС. И для всех грузин, которые вышли на демонстрацию против закона о регистрации иностранных агентов, это тоже все, чего ЕС хочет от вас. Они хотят, чтобы ты стал рынком сбыта для ЕС. Они не хотят, чтобы ты был членом ЕС. Ты никогда им не станешь. Ты не подходишь для этого. Ты никогда не подойдешь для этого. Тем не менее, у русских с тобой хорошие экономические отношения, которые они могли бы расширять и поддерживать, но ты этого не хочешь. Потому что тебе нужен кокаин, предлагаемый Европейским Союзом. Ну что же, Украина подсела на этот кокаин, и посмотри, где он сейчас находится. Ты знаешь, так что нет, этого представления о том, что Украина это жизнеспособная экономика, а украинские политики заботятся об украинском народе, у них никогда не было. Это была просто одна гигантская афера, и поэтому люди, находящиеся сейчас у власти, не обращают на это внимания. Это печально. Они готовы пожертвовать еще сотнями тысяч жизней украинцев ради краткосрочной финансовой выгоды, потому что в конце концов они все сбегут. Они уже купили свои дома в Майами. Они уже купили свои дома во Франции, в Лондоне. Они спрятали свои деньги на банковских счетах. Жизнь у них и их детей будет хорошей. Их дети не воюют на передовой. Их дети развлекаются на вечеринках в Дубае, в Париже, в Лондоне, в Майами, в Нью-Йорке. Знаешь, так что давай ни на минуту не будем притворяться, что в Украине есть политический класс, которому наплевать на украинский народ. Это совсем не так. Я собираюсь рассказать об этой истории здесь. Что же у нас есть кое-что по этому поводу? Все на экране здесь, где Скотт говорил о деньгах, отмывании денег и больших суммах наличных, которые куда-то уходят. Я не знаю, известно ли вам, зрителям, что я прожил в Монако около 20 лет. Это налоговая гавань на юге Франции, население которой составляет около 35 человек. Только 6 из них являются коренными жителями Монако, а остальные 29-30 человек являются постоянными жителями с видом на жительство. Как получить вид на жительство в Монако очень просто. Это не проходит через иммиграционную политику. Это проходит через банк. Банк напишет вашу аттестацию, которая даст вам право на проживание в Монако. И обычно, когда мне было около 20 лет назад, от 1 до 5 миллионов человек получали эту подпись. Мы перенесемся в 2024 год, последние приятели, с которыми я там разговаривал. Это от 5 до 10 миллионов. Теперь, если вы посмотрите на эту историю здесь, то станет совершенно ясно. Тайный побег украинских олигархов на французскую ривьеру. И с тех пор, как началось вторжение в их страну, десятки богатых украинских семей бежали на виллы на юге Франции. И я расскажу вам, почему именно виллы на юге Франции первые. А потом, потом в нем говорится, что эти незаконные выезды мужчин призывного возраста заработали им прозвище «Батальон Монако». Теперь интересно, как они преподнесли это так, будто это жертвы. Первая игра в городе, если вы живете в Монако, состоит в том, чтобы владеть квартирой, которая должна стоить от 3 до 5 миллионов за студию. Как только вы купили эту студию, вы обычно покупаете виллу на холмах, вероятно, в 50 минутах езды от Монако. И это, должно быть, обошлось вам примерно в 10-15 миллионов долларов. Что интересно, так это то, что большинство этих домов, которые принадлежали русским, были конфискованы французским правительством, а некоторые из них были выставлены на аукцион. И вот, смотрите-ка, они были приобретены офшорными компаниями, которые находились либо на Белизе, либо на Каймановых островах, либо на Терксе и Кайкосе. А затем деньги были переведены через них туда и обратно. Итак, моя точка зрения на все это заключается в том, что если вы хотите увидеть, куда уходят доллары американских налогоплательщиков, все, что вам нужно сделать, это купить билет на самолет до юга Франции, совершить короткую поездку из аэропорта Ницце в Монако. Продолжение следует...